Здравствуйте, это программа интервью. В Красноярске стартовала специализированная медицинская выставка Енисей Медика. И сегодня наш гость – это заместитель министра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сегодня посмотрел Енисей Медика. 25, 24 века уже идет. Вот уже, наверное, стержневое событие для отрасли, определенный бренд. Но вот удается ли этому мероприятию как-то развиваться или, может быть, уже, наоборот, себя исчерпывается? Мы ищем разные форматы развивать эту площадку. И она все больше превращается, наверное, в специализированную выставку и как площадка для общения специалистов и формирования отношения к отрасли со стороны пациентов. Мы все больше используем эти площадки в виде школ здоровья, в виде пропаганды здорового образа жизни, в виде осмотров, консультаций специалистов, где человек может прийти и задать определенные вопросы, на которые он в повседневной жизни не может получить ответ. Поэтому за 25 лет, конечно же, этот формат претерпел изменения. То есть не выставка технологий теперь, да? Общения? Да. Если вспоминать, с чего начинался Енисей Медика, это была такая совместная и выставка медицинской техники, и здесь представляли свои интересы также организации, которые занимались стоматологическим оборудованием. В течение определенного времени эта часть ушла, и отдельный форум сформировался стоматологически, отдельный. И до этого, накануне, этот форум был проведен. Сейчас в течение четырех дней мы проводим серьезную выставку и форум, где обсуждаем разную проблематику. То есть это и конференции, и научные. И, соответственно, это определенные технологии. Мы в этом году привлекли Министерство образования для того, чтобы можно было пообщаться по формированию здорового образа жизни и здоровья у женщин, у молодого контингента, поскольку еще раз наше будущее здоровье, здоровье наших детей зависит от того сформированного стереотипа у молодого поколения. На будущее мы планируем через год провести большой форум по репродуктивному здоровью и здесь привлечь уже специалистов федерального уровня и сделать как раз такие смежные площадки, которые можно будет задействовать и здоровье детей, и здоровье матерей, и профилактика различных заболеваний. То есть перспективы дальнейшего изменения роста этого форума, они прослеживаются, и мы будем дальше поддерживать такой формат. А в эти-то четыре дня уже можно узнать? В эти четыре дня, несомненно. Вот три дня из них мы площадки различного, еще раз, специалисты и гириаторы, и ортопеды, и офтальмологи, то есть масса специалистов, масса различных видов исследований. Три дня для взрослого населения, и четвертый день – это у нас для детей. Соответственно, это консультации родителей по взаимодействию, по, скажем так, воспитанию детей, по формированию, опять-таки, стереотипов поведения и питания, и общения в школе, в детском саду. То есть вот разные площадки, масса, мне кажется, интересных вещей. Ну вот мои коллеги из новостей, которые снимали сюжет, ездили туда, их больше всего впечатлило, что там происходят презентации от 16 наших главнейших основных клиник, самых современных технологий. Одни хвастаются этим, другие хвастаются этим. Это тот единственный момент, когда они все вместе собрались и показали, как может быть? Нет, это та площадка, наверное, тот ответ на потребность у населения, которую мы демонстрируем в возможности отрасли. Потому что форум, он это ежегодное событие, и как раз-таки это та возможность продемонстрировать людям те возможности здравоохранения, которые открываются на сегодняшний день. Как мы изменились, как изменились подходы, как изменилась, может быть, тактика действия врача. И это все можно продемонстрировать вот на этих открытых площадках, где люди проголосовали, что называют, своими ногами, пришли посмотреть. И мы видим достаточно большой интерес у людей. Ну, так раздразнивать жилье, они посмотрят, как на самом деле может быть, а потом вернутся в свои прикрепленные поликлиники. Совершенно верно. Это повод в том числе задуматься главным врачам, медицинских организаций, как должно у себя на месте это организовать. И если, соответственно, люди пришли, есть потребность, значит, они чего-то недополучили в какой-то мере в местных поликлиниках. И это еще раз наша задача на будущее – показать, продемонстрировать, как меняется отрасль. И в 2018 году мы еще раз сделаем иные форматы, которые уже будут интересны гражданам. А вот есть механизм, как сейчас модно называется, трансфера технологий? То, что было сегодня показано на выставке, лучшее достижение, чтобы они как-то доходили до отдаленных районных больниц на местах? Совершенно верно. Конечно, у нас принята в 2016 году некая программа действий по повышению эффективности работы как раз-таки поликлиник, где мы прорабатываем все, по сути дела, от входной двери, от внешнего вида поликлиники, от регистратуры до действий врача, уже участкового терапевта или педиатра, каким образом он должен выстроить диалог с пациентом, чтобы в минимально короткие сроки получить тот объем, требуемый медицинской помощи. Неважно, это районная больница или же город, например, Красноярск. А с точки зрения технологий, на что вправе рассчитывать? Будет та же самая электронная амбулаторная карта продемонстрирована? Будет как-то транслироваться? У нас на сегодняшний день реализована электронная медицинская карта в 28 медицинских организациях, то есть степень внедрения в этих организаций близится практически к 100%. Что это значит? Что от лабораторного анализа до консультации специалиста все заносится в электронную медицинскую карту. Соответственно, у нас определенные задачи на этот год есть. И задачи таковы, что в течение двух лет мы должны довести применение электронной медицинской карты в 85% медицинских организаций, что позволит сформировать некую единую базу знаний о пациенте. Был он в краевой больнице, был он в районном центре, был он на ФАПе, например. Вся эта информация будет кумулироваться как единое знание об этом пациенте. Такие перспективы дальнейшие есть. Это и формирование баз данных по, скажем, ультразвуковым методам исследования, по рентгенологическим методам исследования. Это все будет кумулироваться и доступно специалистам самого высокого уровня, то есть в краевой больнице, скажем. Сделал снимочек где-то в районе, требуется консультация. Возможно, специалист может обратиться к этой базе данных и увидеть. Сейчас уже реализована какая часть. Например, компьютерная томография выполняется в районном центре. УЯР, например, Бородино, Канск, например, Ачинск. Если специалисту требуется некая консультация более высокого эксперта, уже сегодня, возможно, консультация такая в дистанционном варианте. То есть в материале присутствует. То есть в краевой больнице смотрит снимочки, которые выполнены, и пациент находится, скажем, в Ачинске. Консультирует, дает свое заключение экспертное, и далее от этого действия уже. Человеку ездить не нужно, соответственно. Совершенно верно. Подозреваю, что и телемедицина, и сама являются новой технологией, и таким вот мостиком трансфера как раз технологий тоже, да, можно назначить сейчас? Ну, я думаю, медицина, как и другие отрасли, очень серьезно меняется, и это перспектива, как раз-таки изменения здравоохранения, это максимальная информатизация. А проникновение информационных технологий на сегодня мы не представляем себе, каким образом может функционировать медицинская организация. И все больше, конечно же, это находит отражение в повседневной жизни любых клиник Красноярского края. Поэтому особенности территориальные, климатические края обусловили, наверное, достаточно большое проникновение телемедицинских технологий. То есть потребность у системы высока, и поэтому мы, наверное, одни из первых в России, которые стали применять телемедицинские технологии и различные формы мониторинга по состоянию здоровья. Мы без всякой там, наверное, могу сказать, что, например, мониторинг состояния здоровья женщин мы первые в России были. А это ни много ни мало, это 40 тысяч женщин ежегодно, которые становятся матерями, ежегодно в этом мониторинге находятся, и возможность дистанционного консультирования женщин, возможность оказания медицинской помощи женщине именно там, где требуется, например, в перинатальном центре, а женщина живет, ну скажем, на севере, в Туруханске, она обуславливает ее нахождение в плановом порядке именно в перинатальном центре. Итогом этого, на наш взгляд, в течение двух лет мы видим существенное снижение младенческой смертности. То есть на сегодняшний день мы имеем цифры прошлого года, младенческая смертность 5,9 в Российской Федерации 6,0. На сегодня за два месяца уже работы показатель 4,7. То есть это ни много ни мало, это спасенная жизнь у детей. В пересчете на цифру большие цены. Конечно. И это говорит о том, что концентрация именно этой специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи и правильная маршрутизация, то есть человек должен попасть в то учреждение, где ему однозначно будет оказана та самая помощь, на которую он должен рассчитывать. Вот эти все технологии применяются как в кардиологии, так же в травматологии. Больные с инсультами, с инфарктами у нас аналогичны, проводится мониторинг. Более того, мы достаточно глубоко работаем по КГ-мониторингу. То есть это передача непосредственно с места вызова, когда фельдшер или врач скорой помощи находится на дому еще у пациента, передача этой информации в краевую больницу. И далее идет консультация специалиста и рекомендации. Ни много ни мало по году, это более 30 тысяч только консультаций. Об этом жители могут не знать. Но в результате этого мы видим, диагностировано более тысячи инфарктов. Дальше назначена терапия. После этого у нас идет кардиомониторинг, когда пациент в течение минимум трех месяцев после случая выписки уже из стационара в районе, должен быть госпитализирован в краевую больницу и была выполнена коронарография с необходимостью, определением шунтирования, стентирования. Это все технологии, которые спасают тысячи, сотни, тысячи жителей в краю ежегодно. И в том числе, возвращаясь к нашей основной теме, эти технологии у нас демонстрируются на выставке ЕСИ медиков в эти дни. Высокотехнологичные методы лечения мы не демонстрируем, а методы диагностики демонстрируем. Ну то, что понятно людям, да. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Напомню, сегодня у нас в гостях был Дмитрий Попов, загострелитель министра здравоохранения Краснодарского края. Была программа «Интервью». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова